В целом, думается, что уровень надежности и презентативности опросов, оценивающих уровень счастья, будет расти, правда? А и в этом смысле такой вопрос. Не кажется ли вам, что действительно стратегические решения на уровне государственной экономической политики могут приниматься, исходя из динамики уровня счастья, а не динамики, к примеру, ВВП на душу населения. Есть такая страна, как Бразилия, которая, например, по ВВП на душу населения находится, если я не ошибаюсь, в седьмом десятке. Но там живут одни из самых счастливых людей. В Нигерии, да. В ВВП, да, да, да. В Нигерии? По-моему, да. В Нигерии, да. Все-таки истинная цель экономической политики заключается в том, чтобы людям было хорошо, а не в том, чтобы уровень ВВП на душу населения был высок. Спасибо. Спасибо большое, Нал. Это очень важный вопрос. Это зависит от политической системы. Если вы лидер демократической страны, для вас главное это счастье большинства населения. Тех самых людей, которые определяют победу на выборах. И действительно, эти люди, для них не так важно, насколько много зарабатывает самый богатый процент населения. Если они видят, что у них есть безработица, что им не хватает денег на то, чтобы отправить своих детей в университет и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, любой политик в любом случае смотрит на уровень счастья. И вот то, что мы видим, это то, что исследование помогает понять, от чего это зависит. Вы спрашиваете, в каких странах это происходит. Например, во Франции. Вот сегодняшний президент Николай Саркази, придя к власти, сказал, не нужно думать, что Франция отстает от Америки. Хотя Франция отстает от Америки по уровню доходов на душу населения. Он сказал, качество жизни во Франции выше. Продолжение следует...